Она любит приезжать в Архангельск, любит, как ее здесь принимают. Автор музыки и исполнитель более ста песен, написанных на стихи современных поэтов. Фриды Поллок, Юны Морец, Веры Полосковой. Лауреат международных конкурсов. Автор музыки к детским театральным спектаклям и радиоспектаклям. Создатель проекта «Терапевтический концерт для женщин. Счастливая мама и жена». Юлия Авструб. Сегодня у нас в студии. Доброе утро. Здравствуйте. Юлия, сразу хочу спросить, что за терапевтический концерт для женщин? Наверное, его вы привезли сюда, в Архангельск, на этот раз. Да, именно его. Терапевтический концерт – это проект, который я вынашивала несколько лет, 7 лет. И он создан как раз, как такой конфиденциальный разговор между женщинами, женщиной-женщиной. Как будто бы как моноспектакль, но с обратной связью. Там и музыка, и кусок прозы читается, и какие-то опыты, иллюстрации, притчи. Это всё создано для того, чтобы женщина смогла не понять, а что-то почувствовать, отрефлексировать, какие-то свои вещи вспомнить в прошлом, переосознать и с новыми силами вперёд двигаться по жизни. То есть сегодня на концерте вы ждёте в основном зрительниц? Или мужчины допускаются? Ну, были приглашены женщины. Я планирую увидеть женщину. Если вдруг попадут туда и мужчины, мы будем рады. Юлия, я хочу, чтобы вы сейчас что-то нам исполнили, вот какой-то, может быть, фрагмент песни или небольшую песню из этого концерта. Прямо сейчас. Конечно, конечно. Две женщины стояли на балконе, Одна светла, как юная весна. В глазах другой, седая вьюга, стонет Печаль, разлук, глухая тишина. Две женщины по-своему прекрасны, Одна гордится юностью своей, Другая возраст прячет ненапрасно, Моложе б ей казаться и стройней. Судьба обоим счастье обещала, Стелила в ноги ворохи цветов. И вот цвела у одного причала, Вселила в души высшую любовь. Достался им двоим один мужчина, И каждая безумно влюблена. Та, чьи года нежней наполовину, Уверена, что царствовать должна. Другая, миловидно, чуть седая, Так незаметно годы пронеслись. Но роль ее поистине святая, Она мужчине подарила жизнь. Судьба обоим счастье обещала, Стелила в ноги ворохи цветов. И вот цвела у одного причала, Вселила в души высшую любовь. А-а-а-а-а... Да, что-то, какие-то струнки однозначно вы задеваете. Это вот несколько раз у меня мурашки прям пробегали. Спасибо, Юля. Я очень рада. Вы, кроме русского, владеете еще английским и ивритом. Вот как знание еще этих языков помогает вам в вашей профессии, в вашей жизни? Ну, это знание очень глубинное. Я долгое время занималась музыкой, с четырех лет, и почти 20 лет я дала именно профессиональной музыке. А потом резко решила уйти в сторону лингвистических наук. И вот знание корневых языков, если вот вы заметили, это иврит, имеется я в виду речь, это древний иврит, то для меня это вообще корневое знание, на котором строится мое мировоззрение. Буквы, которые я изучаю, их написание, их цифровое значение, они на мою жизнь влияют. Потому что в букве заложена идея. Ну, об этом, наверное, как-то в следующий раз. А если коротко об этом? Ну, например, если мы говорим про древний иврит, на нем написана вся древняя Библия, мы можем так сказать, или Тора, он начинается, текст этой книги начинается с буквы «бет». У нас это как «бет», да? Цифровое значение этой буквы «два». И в этом заложен такой большой смысл, если мы дальше будем изучать и смотреть, как будто бы в мире есть два начала. И священная книга, основывается на которой и мусульмане, и христиане, и евреи, говорит о том, что в этом мире есть два начала. Мужское и женское, солнце и луна, небо и земля, логика и эмоции. И когда ты понимаешь свое начало, к какому ты началу принадлежишь, то ты всю свою жизнь можешь построить счастливо. Вы много гастролируете и в России, и за рубежом, но при этом любите приезжать в Архангельск. Почему? Чем вам Архангельск не нравится? Ну, это давняя дружба с Ирочкой Карельской. Мы три года назад познакомились, через песни списались. И именно Ира и ее фонд «Успех» пригласили меня на первые гастроли, на вторые, третьи. И, конечно, для меня Архангельск — это люди, люди, которые меня окружают, а какие-то поморские люди, они совсем с другой душой. Более простые, открытые, готовые к труду, очень трудолюбивые. Как вы это замечаете? А я это увидела по организации. Вот как организован процесс, мне настолько комфортно от встречи в аэропорту или на вокзале до организации, до мелочей, когда женщина приходит, и ее окружает настолько удобное место, как это оформляется, какой-то комплимент, который в конце концерта приносится, как это визуально все оформлено. Это все мелочи, детали, которые создают уют, внимание. И вот в этом выражаются архангельцы для меня, архангелогородцы. Терапевтически снова хочу вернуться к концерту, терапевтический концерт для женщин. Его главная мысль, идея, что вы хотите донести? Когда женщина, на ваш взгляд, счастлива? Когда она понимает, кто она, свою роль в этом мире, не протестует, а благодарит за то, что ее создало мироздание женщиной, понимает корень и смысл того, что есть. И если эта мысль хоть чуть-чуть затронет душу женщин на моем концерте, и они хотя бы об этом начнут просто думать, я уже счастлива. То есть вы хотите их немножко поднять над бытом, над суетой, над какими-то сиюминутными вещами или принять их тоже? Я хочу, чтобы они поняли, кто они. Не забыли, что они не сотрудники, как это часто преподается нам государством или просто разными системами. А что роль у женщины вдохновлять, быть радостной, счастливой. И вот это культивировать в себе. Вот, наверное, поэтому. Я предлагаю сейчас, мы попрощаемся с нашими телезрителями. На этом программа закончена. Сразу после итогового выпуска смотрите «Бизнес-панораму» с Алексеем Шемякиным. А Юлия нам обязательно сейчас еще поиграет на прощание. Создаст настроение весеннее. Хорошо, конечно. Давайте. Песня про счастье. В одном городке, это было в Архангельске, стояли очереди за счастьем. Счастье отпускали взвешенным заранее. В фунтиках, в кулечках, поделенное на части, в порции. В каждой было стеклышко с радугой, пучок душистой травы. Сласть и медная монетка, молочный зуб. Словом, сто граммов счастья. Многие стояли там с самого рождения. Иногда бывала одна из стоящих говорила соседям, «Ух, я только сбегаю за хлебом!» Или скажите, пожалуйста, а в одни руки дают счастье? Ведь в порции каждой было стеклышко с радугой, пучок душистой травы. Сласть и медная монетка, молочный зуб. Словом, сто граммов счастья. Ва-па-ва-па-па, ва-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Или говорила, например, «Мне только в отпуск! Грация, синьора, я стою за вами!» И шла на берег, чтоб прилечь у моря, Где днем и ночью гальку омывает волнами. Там пена нежно гладила ее усталые ноги, А женщина мечтала вслух или про себя. Эх, если б не в ту очередь снова за счастьем, Я была бы самая счастливая! Субтитры создавал DimaTorzok